запись я помню встречи наши вот я сижу возле этого дерева я сижу на корточках у меня такая круглая деревянная крылька и они что-то толку это не кушать и готовлю нет это впечатление что какую-то себе делаешь да да и люди ходят туда-сюда эти люди мы люди себя наверное называли но я во всяком случае бы называть люди мы ходим между этими до между этими деревьями ходим кто где чем-то занятые дети какие-то бегают кто ну вот ты подходишь и почему-то вот пошли сразу в одну сторону а потом ты пришел не один вас пришло наверное трое или четверо но это просто как твои какие-то товарищи пока вышли вы жили где-то дальше но ты их потом отправил домой тебе сказал чтобы они уходили потому что все вместе туда не пройдут ты подошел и спросил проведу ли я тебя туда а я сказала да что что мне это будет а ты говоришь что просто живы останемся я как торговаться с тобой хотела но у нас мы занимались таким мы занимались таким мы проводили за что-то понимаешь нам приносили что-то мы жили тут а вы жили там вы возле гор жили там гора если смотреть от нас на эти горы они такие голубые просто как светящиеся видно было какие они были вблизи я не знаю другого леса условно вы зеленый условно а мы серо-голубые условно да вот это одна и та же порода людей к вам туда через эти горы они первые начали проходить прорывать пространство на вашей территории у нас они не появлялись но мы о них слышали как знаешь уже молва была или вот случай рассказывали это мы уже знали что они есть но на нашей территории их пока не было они больше там возле этих гор прорывались мир живых и я тебе сказала что нужно чтобы ты все полностью рассказал из того что нужно делать и зачем это тебе делать а ты сказал просто проведи я сказала что так не пойдет потому что если просто провести то ну как-то это не получится взаимодействовать тебе там не получится ты не сможешь работать там ты ним не сможешь что-либо выполнять там ты можешь просто как наблюдатель пройти но ничего не делая а тебе именно нужно воевать значит нужно подготовиться по-другому нужно вот эти круги все потому что если просто проходить для чего-то. Это всё не нужно было. Если я проходила, мне это не нужно было. Вот эти все сооружения, которые мы строили. Ты остался. Я должна была подготовиться. Ты остался у нас на несколько дней. Твои вот эти, которые четверо с тобой пришли, примерно твоего возраста и примерно такие же, как ты, они ушли домой. Вы как-то с ними вот за плечи вот так вот попрощались. Не за руку, вот пожал руку там, а вот за плечо, и они ушли. Ты сказала, что ты не вернёшься. Если всё получится, они узнают, что у тебя получилось. Потом вернёшься, а сразу пусть уходят. Да, лет 30, может. И я такая же примерно, ну, плюс-минус по возрасту женщин. Мне нужно было подготовить. Нужно было зарядить много вот этих. Они как-то заряжались. Их нужно было то ли в полнолуние, то ли какое-то вот, какое-то особое время. Ну, это я сейчас говорю в полнолуние, потому что у меня тут идёт привязка к нашему земному циклу и к нашим земным. Вот там какое-то определённое время, какой-то определённый день был. Это не обязательно связано с светилом. Просто определённые дни, когда мне нужно было эти амулеты заряжать. семена этой травы нужно было собирать в какой-то определённый день. Ты как, ну, на три недели, на месяц примерно вот какой-то небольшой отрезок, но не два дня остался и очень сильно возмущался, что долго. А я говорила, что раньше не получится, потому что подготовиться нужно. Ты говорила, что я, наверное, голову морочу. Мы спорили. мы спорили по этому поводу. И ещё тебе нужно было какую-то нацитку одежды специальную пошить, потому что ты пришёл в той, в которой нельзя туда ходить. И нельзя было это не то, что надел просто после кого-то, это нужно было именно твоё сделать, для тебя именно сделать. это мы на какое-то время задержались. А потом пошли. у меня был посох зато. Вон там светился. Был. Моё дело маленькое. М? Моё дело маленькое. Нет. У меня-то что из подготовки? Посох и всё. А. кирюшечки, хреновочки, на камешки, листочки. Да. Мелкие такие маг реально. Там нужно было подготовить, потому что в том мире та магия, которая работала на земле, условно, работала совершенно по-другому. Она работала как-то по-другому. и нужно было подготовить всё. Нельзя было просто собрать там, что на стенах висит, и с тем идти. Ну, потому что было куча всякой магии. А мы готовились. Вот это, да, вот это помню. Чё я помню, спрашивала тебя, как вы там живёте, что ты рассказал? Ты сказал, что нечего рассказывать. Дома другие. И всё. Каменные бывают, да? Ну, да. Поэтому ты сказал сейчас, что я в бане в деревянной живу. Птицы там яркие. Помнишь птицы, которые у нас были сужены? Угу. Таким длинными. Но я бы не сказала, что это попугай. Они большие, такие яркие, как фазаны какие-то, только летали. Попугаи, фазаны. Клювы прямые. Что-то пропихивать куда-то. Считать каких-то личинок хотели. красиво. Еще какие-то фрукты непонятные. Они туда прям внутрь пропихивали и семена доставили. Типа шишек. Люда, чего нужна. Длинная. Красиво, да. какая-то радуга как материальное висело. Потрогать можно. Радуга почему-то земли разделяла. Леса, условно. Да. Да. Радуга там, где влажно, она над рекой. Река небольшая, но иногда она разливалась. Вот, когда она разливалась, там, потому деревья не росли. Заливала иногда. Поляпали заливные. плащ было под ним. Подошел. А что я тут попился к тебе? потому что ты там была? Ну, потому что тебе нужно было перейти в мир. Да, тебе нужно было проводника найти. У нас почему-то не было таких нет. Не было у вас таких женщин. Мы жили, ну, мы более сильные были в магии. Вы были как больше, знаешь, ну, условно говоря, вы больше воители были, или более крепкие какие-то, не знаю, там, бороться-то не с кем было, но, именно более как-то, а мы более как, я не могу сказать, что у нас матриархат был, мужчины были, но я как-то больше женщин помню. У нас более сильные женщины именно как магией больше женщины владели. Туда в мир другой. Можно было только женщинам пройти. Некоторые мужчины не ходили туда. Почему, я не знаю. А у вас там ты пришел вот, у вас там таких не было, кто бы провел нужно было перед им пить несколько обрядов провести. их помню. Расскажи. Не обязательно, наверное. Река какая-то была и водопад какой-то был. Небольшой такой прям. Может, метра 4-5 с высоты. Да, примерно как второй этаж. Примерно к такой высоте вода лилась. В ту ночь, которую мы ждали, когда нужно было идти перед тем, нужно было там искупаться. Цветы такие, как лилии. Вот у нас это лилии, которые на вот этих растут кувшинки, А там, ну, они другие какие-то, но они на таких листьях, они в этой росли, и они цвели в это время. Нужно было соком это натереть тело зачем-то. Не знаю, зачем. Сразу искупаться в этой воде, а потом этим соком натереть тело. Вода какая-то была странная. Зачем обычная вода вроде бы. Ну, она и здесь та сила заезжает, во-вторых, просто нужно, чтобы на чистое питалась силой была. Он там как жир защищал от холода. Да. Само чувствую. Да. Намазаться этим таким полностью все тело. потом просто шагнуть и туда попасть. Это не другое место. Это не то, что там какой-то портал открывался. Это просто переход. Да. Это можно было в любом месте. Это просто переход. И уже другой мир. Вроде бы там же, но уже другая реальность. И вот они. Лес все полностью менялось. оно все не такое сразу становилось. равнина. Да. И вот эта дорога и они будут идти. Они далеко. Мы еле успели. Но вероятно они тоже это во времени ждали. Но это не то, что там полнолуние какое-то. Это что-то истончалось. Да. Да. Там какие-то границы истончались. И они в этот день и мы в этот день. мы спешили. Мы погибли. Да. Я смотрю как мы погибли. Так интересно. Половина тела там половина там. Вот как за эти ворота вот немного высунулись. Остановили собой там. Да. Закрыли. Да. Вот как из этого круга нас выдавили. И вот упали уже вот собой закрыли. его ты победил этого. Они потом просто рвать кусками стали. Ну ему чуть от моего пуса поплохим. Он рассыпался. Он и так форму не держал. Только энергии влить так надо думать. Он просто рассыпался. Он какой-то сам был портал. Понимаешь он как впитывал живое. Он стал порталом. Он когда-то он это магический мир. Он сам уходя решил остаться живым. Умирая решил остаться живым. А мы наоборот мы умирая решили что мертвые туда живые туда разделили собой. А он умирая соединил. своей силой своей жизнью снова установили барьер. Он первый из живых кто умер оставаясь живым. Так можно было как магия. Магия вечно. Для этого он решил умереть но остаться живым. И тащил за собой всех расширяет карман. да ему кто-то помогал как коробит из первого того как и на перерывчик вырубая запись обратно дошку где там это за живец .